привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодняшний выпуск у нас будет ни о чем мы на мартынике стоим уже два месяца один а сейчас улетела по делам на пару недель и я вам хочу показать то как проходит обычный день когда делать особенно нечего когда нету каких-то больших задач просто рутина меня очень много просили эту рутину показывать но как бы обычно свою жизнь я не очень сильно показываю только там когда это касается там чего-то по делу давайте попробуем ну что подъем чистить зубы так как воды у нас ограничено все происходит следующем счет куда мочил закрыл зубы почистил закрыл одной рукой это все делать неудобно поэтому придется в это поверить ну что все зубы почищены утренние процедуры проведены а теперь начинаем делать кофе так как инвертора у нас нету нам нужно запустить генератор вылезли вот сюда там у нас стартер генератора даже запустился у нас между прочим с генератором есть проблема у него умерла батарея поэтому есть шанс что сегодня даже мы ее поедем поменяем мы я короче но в любом случае все равно это все пройдет после того как я выключаю чашечку кофе о загорелись да я люблю сладенькая что такого что здесь такого сегодня нужно будет съездить купить продукты еда закончилась если не мыть кофеварку то сразу потом сразу если не помоешь потом будет масса проблем ну вот собственно кофе и сварим обычно я еще в этих случаях с утра включаю музычку но музычку включать не могу потому что youtube и и зарежет вернее зарежет ролик но мы представляем типа музычка играет здесь традиционно для каждого утра у меня лодка подключается по bluetooth и есть две зоны первые колонки вот вы видите вот там они находятся во вторые колонки в кокпите и там играет музычка сижу я здесь обычно потому что если сидеть в кокпите там очень яркое солнце оно светит прямо в глаза а здесь с утра еще тень потому что солнце встает вот там и проходит вот так по горизонту тут у нас столько новых изменений раз корабль большой два три что здесь на мартинике вообще творится посмотрите сколько здесь супер яхт раз два три там 4 5 6 и еще этот яхтовоз приехал это вообще очень крутой корабль посмотрите как он стоит у него ватерлиния находится уже под водой я сейчас еще раз покажу так вот этот корабль это перевозчик яхт на него будет за прямо заплывать сбоку яхта потом он откачивает воду всплывает и все такими кораблями возят вот такие супер яхты через океан потому что они не могут перейти по запасу хода на таких кораблях это получается и безопасно и не могу сказать что дешево я думаю через атлантику перейти на 1100 будет стоить достаточно интересно вот я бы с удовольствием конечно посмотрел как на него заходит корабль но пока он только затонул пока еще на него никто не заходил потому что корабль зашел вчера вечером и он стоял высоко над водой а сейчас его уже затопили в него первый корабль и зашел вот если присмотритесь видно такие ушки кругленькие сверху вот это вот короче стоит уже одна из супер яхт у него внутри так что у нас случилось вот видите замочек а что случилось замком все очень просто я утопил ключи от него и они меня уже какое-то время лежат в таком виде но у меня сегодня знакомые едут отсюда for the france и мне сказали что там есть контакт человека который может по готовому замку сделать сейчас я его им и отдам вот этот замочек несчастный который ключ было топлив между прочим я было три ключа и где-то эти все три ключа ушли в тишину не могу найти короче вот есть вот такая вот личинка и повод этой личинки нужно сделать ключик вот сейчас я эту штуку и повезу лодку мы не оставляем никогда открытую закрываем на замочке потому что я не думаю что сюда в лодку кто-то полезет но не будем оставлять такую даже возможность так как замочек у нас поломан у нас такая вот ненавязчивая конструкция высокие технологии так как я вам говорил что здесь на карибах не очень безопасно мы обычно закрываем лодку на ночь так все теперь на берег сейчас мы отдадим замочек и может быть этот замочек нам потом сделают нас надо будет найти где же все-таки этот человек который обещал мне это сделать ну вот замочек я только что и отдал сейчас наверное нужно съездить супермаркет потому что закончились продукты но продукты еще ладно там полбеды но закончилась питьевая вода и молоко подходит к концу а так как кофе без молока я не пью то завтра будет невкусный кофе а я хочу вкусный кофе поэтому сейчас поедем фрукты короче обычный банальный супермаркет погнали грузимся в машину ну что как видите место для тузика нету поэтому мы стали во втором ряду но это нормально уже тут особых вариантов и нету смотрите как плотного тузик стоит еще один во втором ряду вот туда прямо будет вход в магазин обычный супермаркет с продуктами единственная надеюсь что тут народ разъедется потому что прыгать с продуктами через тузики вообще не в не в радость вот вот Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Не знаю, может его даже не резать, а нарвать Так, салат Помидоры Все, положили хлеб Теперь берем соль Засыпаем, перемешиваем Здесь на мартинике Тут есть даже сметана Франция, что поделать Короче, теперь это все мешается, мешается, мешается Салат уже готов Йо-хо А теперь сюда Мы берем и разбиваем яйцо Одной рукой это делать неудобно Получился вот такой вот завтрак Приятного аппетита Кстати, тут на мартинике идет сортировка мусора И все вот эти пластиковые Из-под сметаны Я обычно мою Складываю И есть вот такой большой пакет с мусором Который потом Уйдет на переработку На тузике Это как на машине То есть Яхта это дом А тузик это машина Просто садишься в машину И едешь там в город За покупками Куда нужно Ну вот такой формат жизни здесь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Почти 17 литров тузик Получилось это 23 евро То есть стоимость одного литра 1,45 евро за литр Это 95-й бессвинцовый бензин Ну что, садимся дальше и погнали! А сейчас чашечка вкусного кофе В кафешке Здесь это в принципе все вот так вот происходит И так вот вроде ничего не делаешь А потом смотришь такой раз И день прошел Вот сегодня вот что мы сделали? Ну в супермаркет съездил там Ничего ж Вот Уже обед Здесь уже все компании закрыты Потому что у всех обед с 12 до 2 Ну вот как раз Ну вот Я уже в кафешке Сейчас будем заказывать Не знаю, что заказывать У меня привычка говорить о множественном числе Потому что я обычно всегда бываю не один Буду заказывать кофе И, наверное, juice de ranch Ну что, кофе я решил сегодня таки не пить Ограничиться апельсиновым соком И минеральной водой Будем за здоровый образ жизни Ну, естественно, в телефоне поторчать немножко Ну вот все это мероприятие в кафе мы уже закончили Минералка газированная и апельсиновый сок Получилось 6 евро Это обычная цена на мартинике А теперь это ежедневная рутина Когда нужно приехать на лодку И посидеть немножечко поработать Но где-то вот как раз Вот время, когда я сейчас Каждый день пытаюсь заняться С обеда Но все время пытаешься себя чем-нибудь занять Чтобы ничего не делать Но Это слабый характер Но надо себя заставить Взять себя в руки И таки посидеть Хотя бы пару часов что-то поработать Минералка газированная и апельсиновая Надо поснимать то белье Которое я вчера постирал Вот А потом делами заниматься Это Всячески найти способ Как от этого всего отпетлять Думаю, что все белье я снимать не буду В этом смысла никакого не имеет Но То, чем здесь на лодке люди занимаются Представление, я думаю, вы получаете Все на Карибах хорошо Кроме одного момента Вот сидишь Солнце было сегодня Целый день Проходит вот такая туча И вот вы видите Все в дожде Гадость ведь, реально Ну хорошо мы там Поубирали все вещи Тут иногда Постирал вещи Развесил А потом такой раз Дождь прошел И опять все мокрое Ну Это особенности климата Ничего здесь не поделаешь Это дождь Кстати, вот интересная лодка стоит Прямо перед нами Видите Это даже не кеч Это шхуна У нее Три мачты У нее идет Грот Пизань И фок Это передняя И они Что самое интересное Обезвант И это не гики Я не знаю, как это называется Кстати Не очень я силен В таком парусном вооружении Как на виндсерфе Класс Что я вам говорил о том Что у нас Умерла батарея Стартовая Генератора Ей уже Ну вот с 2013 года Она еще не менялась Поэтому Ну в принципе Уже время ей пришло Давайте я вам покажу Где она Тут это складские каюты Тут весь этот бардак Сейчас Уж простите Так Вот Это батарейка Ну что ж С этим разобрались А теперь в магазин За батарейкой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Короче, идем сейчас в магазин, в котором продаются батарейки Вот это батарейки, которую мне нужно было купить И сейчас мы ее поставим, будем проверять, работает ли генератор В принципе, такая возня не каждый день Но иногда, а также приходит. Но иногда приходит время, что нужно что-то все-таки починить, а не лениться Вот, на лодке скучно не бывает Видите, вот так проходит день День уже, в принципе, практически близится к концу И вот такая канитель все время, что делаешь, делаешь Из удобного будет сюда слазить это для тех кто любит комфорт это для тех кто любит комфорт Субтитры подогнал «Симон» 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 так забыл сказать что это прекрасная китайская батарейка с такими вот характеристиками 12 вольт 52 ампер часа 480 ампер обошлась 63 евро вообще так она стоила полму 70 с копейками но у меня здесь скидка есть поэтому немножко получилось сэкономить сейчас будем ее ставить на место смотрим что у нас тут понятно 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 что берем инструменты начинаем выкручивать батарейку вообще нужно для того чтобы снимать батарею нужно отключить массу массу я только что сходил отключил вообще нужно снимать в начале минус но здесь просто доступ такой очень неудобный к этому минусу поэтому намного лучше снять в начале плюс а теперь все в обратной последовательности мы берем вот этот вот и ставим его на место той причем то все-таки 13 года это более современные батареи это больше по мощности но меньше по размеру может она и хуже но я думаю несколько лет она все равно прослужит так все подключено а теперь берем и проверяем где у нас запуск генератора тут темно поэтому особо показывать нечего так еще сейчас происходит а эти нужно предохранители включить включена пошла работать водяная помпа о вот это я понимаю запуск генератора с полтыка все готово ну все отлично тушим так минус одна задача которая висела уже достаточно давно и вот пришли руки короче все закрываем крышку готово дальше пару часов обычной компьютерной жизни вот время заката у нас здесь такая привычка у тех кто живет на экваторе ложится достаточно рано я не знаю насчет местных островитян но обычно 8 9 часов вы уже лежите в кровати и готовитесь хорошему сну но если конечно не какие-то там пати айнане потому что это все-таки карибы но сами понимаете весело задорно вот но обычно в обычный день 8 часов вечера ты уже лежишь в кровати и уже такой в полудреме но на закате вот он у нас кстати скоро будет это вот самое прекрасное время голден аур и и вот можно посидеть выпить бокальчик вина или пиво но самому пить она конечно наверное и неправильно но вот эту часть закатную я думаю имеет смысл оставить каждый под свою фантазию то чем занимается но у меня чай между прочим вот этот корабль который яхты везет уже всплывает эти лодки наверное уже сухие стоят у него на палубе вот такой вот получился ненавязчивый день а вечером я сажусь и смотрю теле сериальчик проектор на стену и себе смотришь доктора хауза там или что там еще нравится вот у меня он сейчас уже пошел пятый сезон и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok